Некоторые осужденные в Красноярском крае свободно передвигаются по городу, пользуются телефонами и ездят в гости к родным. Они живут не в колониях, а в исправительных центрах. И таких в регионе появится еще три, более чем на 250 мест. Главное отличие такого типа наказания в том, что человека поселяют в специальное общежитие. Устраивают на работу и он без конвоя может ездить, трудиться или по своим делам. Сейчас в крае около 500 человек так отбывают наказание, из них 13% женщины. Большую часть осудили за наркотики и мошенничество. При этом они могут даже уйти в отпуск или вовсе уехать жить домой. Но только те, кто хорошо себя проявил и при этом будет каждый день ходить на исправительные работы. В этом году такое право получили 63 человека. Ну, наверное, все обращали внимание. Ну, это первый наш город Красноярск, который убирается, да и Афганский, и Вачинский. Уборка города производится в данной категории осужденных. Это в оранжевых жилетах, вы всех их видели. Кроме этого, работают на заводах лесоперерабатывающей промышленности. Такой вид наказания, он позволит им, наверное, быстрее адаптироваться к жизни уже после освобождения, восстановить контакты с семьей, наладить социальные связи, поскольку здесь уже более, скажем, пославление по режиму.